Приветствую всех любителей пошаговых стратегий вообще и шестой цивилизации в частности, надеюсь, такие уже понемногу начинают появляться. Сегодня я расскажу, как, по моему мнению, лучше всего начинать в шестой цивилизации любую партию. Давайте создадим сейчас игру быстренько на последнем уровне сложности и я вам все покажу. Итак, вот мы появились на карте. Хочу сразу сказать, что по сравнению с пятой цивилизацией старты в шестой, по-моему, стали все-таки намного лучше. Лично у меня, сыграв в большое количество уже игр, очень редко возникает желание пойти поселенцам куда-нибудь искать другое место. Если в пятой цивилизации это действительно критически очень важно, чтобы у вас столица находилась в хорошем месте, то в шестой скорее важно, чтобы у вас вот такое общее место, где у вас все города стоят, было хорошим. Потому что иногда бывают проблемы, а это тундры и пустыни. Вот если у вас много тундры или много пустыни, и у вас нет никаких бонусов на эту местность, как, например, у России на тундру, то у вас очень большие проблемы. А так вообще стартовые места... Я сейчас, кстати, это видео делаю и для оригинальной цивы, и для инкью-мода. Да это все одинаково, там по-хорошему нету каких-то в этом плане различий сильных, больших. Так вот, здесь особо ходить не стоит. Самое главное в начале игры, чтобы у вас было много еды. Вот в данном случае очень классно, что у меня есть одна клетка, которая будет давать пять пищи, это вообще офигенно. Но это вообще редко бывает. Главное, чтобы у вас хотя бы три пищи было. Вот если вы появляетесь в месте, где у вас только две пищи и все, ну вот, например, там две пищи и производство. В пятой циве это было классное место, на самом деле. Когда вы появляетесь с двумя еды и одним производством, это зашибись было, да? В циве обязательно, чтобы три еды было. Вот если у вас нету трех еды, тогда действительно это очень плохое место. Но я, вот честно скажу, сто очень много раз стартовал. Наверное, один раз такое было, чтобы не было три еды. В данном случае я бы, наверное, все-таки подвинулся вот сюда, чуть ниже, чтобы у меня сразу пять еды было и три еды вокруг. Я понимаю, что в начале нету производства, но оно нам и не понадобится. А к тому моменту, когда оно нам понадобится, уже город вырастет или мы купим клетки. Тем более, что в начале игры, опять же, в шестой циве золото очень быстро собирается. И теперь смотрите. Самое главное нам начинать обрабатывать клетки с едой и как можно быстрее вырасти до четырех жителей. Больше четырех нам уже понадобится ресурс роскоши. И вполне возможно, я вот видите, отошел сейчас от мрамора. Вот здесь он был в третьем радиусе, но зато пришел здесь к мрамору в третьем радиусе. И в принципе, я его успею купить, когда надо будет его обрабатывать. Вот в этом старте еще есть проблема, что ресурс роскоши типа далековатый и один. Вообще замечательно было бы, чтобы два ресурса роскоши было у столиц. Так вот, главное в росте городов нам до начала вырасти до четырех жителей. Четыре жителя это максимум, которое нам позволяет довольство. Больше четырех... Пятый житель уже будет минус одно довольство, что даст штраф ко всем вашим ресурсам вообще в городе. Это вы делаете... Вот самое главное, вы можете превысить лимит жилья. Это фиг с ним. Город просто будет медленно расти. А вот если вы превышаете довольство и минус один, то вы получаете процентный, процентный штраф ко всем вот этим вот ресурсам. И к науке, и к культуре. Вот этого делать не стоит. Первым делом в вашей столице обязательно ставьте два разведчика. Ну, я не знаю, если вы без мода на интерфейс играете, имейте в виду, что вам надо в первую очередь построить двух разведчиков. Потому что разведка в шестой циве стала еще намного более важнее, чем в пятой. Если в пятой вы скорее ходили, искали, где место для городов поставить в первую очередь, ну, может быть, дай бог найдете города-государства. Такой, типа, небольшой бонус получите. То в шестой циве разведка влияет на ваше развитие вообще в принципе. Естественно, вы ищете, где поставить еще города. Это все понятно. Мало того, что нахождение городов-государств теперь дает намного больше бонусов, так еще и технологии и социальные политики ускоряются благодаря тому, что вы что-то находите. Вот смотрите, астрология ускоряется, когда вы найдете чудо природы. Письменность ускоряется, когда вы найдете другую цивилизацию. Международная торговля ускоряется, когда вы найдете следующий континент. Не тот, на котором вы появились. И самое важное, по-моему, из первых социальных политик – это три города-государства. Вы находите три города-государства, и у вас ускоряется политическая философия, благодаря чему вы сможете быстрее принять более лучшую форму управления. При росте городов поставьте фокус на еду и производство, чтобы у вас автоматически клетки стали обрабатываться с едой и производством. В данном случае она у меня одна, поэтому имеет смысл, возможно, будет купить клетку. Вот видите, у меня через три хода, в принципе, клетка с едой и производством добавится. Так что, ладно. Но в данном случае, вот смотрите, следующим ходом, ну я закончу ход, следующим ходом у нас начнет обрабатываться эта клетка. Но так как нам надо как можно быстрее вырасти, нет, все-таки рис стал обрабатываться. Если у вас начинают обрабатываться клетки с меньшей едой, чем у вас есть, то руками переключайте. То есть, если бы у меня начала обрабатываться вот эта клетка на две еды и производство, я ее убираю и переключаю на три еды. Я понимаю, что у меня сейчас производства мало, и скауты медленно строятся, но я очень быстро выращу Париж до четырех жителей, и дальше у меня будет все строиться очень быстро. Вот у меня город вырос до трех жителей, и видите, город начал самообрабатывать эту клетку. Я переключаю на три еды, но обращаю внимание, что скорость роста никак не поменялась. Поэтому нет смысла тогда ставить на три еды, пускай будет хоть какое-то производство идти дальше. В дереве технологий изучайте в первую очередь те технологии, которые вам дадут возможность обработать рядом ресурсы ваши. То есть, в моем случае, мне, видите, горное дело нужно для обработки мрамора, каменоломня, так что я пойду в нее. А животноводство я открыл просто, ну, чтобы оно было, потому что все равно у меня рабочих пока нет. Постоянно не забывайте заниматься микроменеджментом. Опять же, у меня один ход до четырех жителей остался. Смотрим, если я переключу на две еды и одно производство, все равно останется один ход, но при этом на один ход уменьшится строительство разведчиков. Теперь мне уже не надо быстро расти, иначе я могу просто очень быстро вырасти до пяти жителей и получить недовольство. Подошло время принимать первые социальные политики. Берите удваивание опыта юнитов разведки и производство во всех городах. Плюс пять к боевой мощи против варваров. Все-таки не сильно вам понадобится, у вас будет достаточно юнитов. И вообще, когда вы играете, уже легко против компьютера бороться. Ну, а плюс веру и плюс золото, конечно, интересно. То есть это даст вам возможность взять пантеон. Но на самом деле, все-таки в начале игры важнее производство, чтобы у вас все быстрее строилось. Тем более, вот на нашем месте, где мы сейчас находимся, у нас там производства не так много. У нас пока там больше еды, вот на данный момент. Так что, знаете, не гонитесь за ранним пантеоном. Он никуда от вас не уйдет. То есть, по-моему, в шестой цивилизации пантеон такая вещь, которую принять всегда можно. А вот удваивание опыта юнитом разведки. Я до этого говорил, что для чего вам нужно так много опыта скаутом? Зачем нужно так сильно разведывать все вокруг? Это очень важно. Вот я, например, уже благодаря тому, что я построил скаутов и юнитов, я уже получил ускорение для ранней империи, хотя я не вырос еще до шести, потому что в руинках это нашел. Ну и, кроме того, уже получил ускорение к письменности, ускорение к международной торговле, потому что открыл другой континент и нашел другую цивилизацию. Наш город вырос до четырех жителей. Через три хода он вырастет до пяти, а у нас еще нету счастья. Видите, у нас уже ноль довольства. Конечно, можно было бы этот камень купить, но он сам добавится через один ход. Я бы купил здесь холм с производством, потому что в данном случае у нас производства нету вообще. Единственная клетка, которую мы можем сейчас купить с двумя производствами, этот холм. Стоит 25 золота всего, и, в принципе, можно переключать с еды совершенно спокойно на него. Как видите, четыре хода осталось теперь. Но чтобы так быстро не было, я с пяти еды переключил на три еды. Следующим ходом, когда у нас добавится камень, вы с трех еды переключитесь на камень. И пока у нас нет удовольства, Парижу расти нельзя. Собственно, по этому поводу, после двух разведчиков мы уже строим строителя. Почему нам нужен строитель следующим ходом? Не только для того, чтобы получить счастье, но и опять же выполнять эврики. Вообще, эврики и вдохновение в шестой цивилизации – это очень важно. Это тоже самое развитие, как и везде. То есть нам надо будет построить ферму, во-первых, раз, чтобы получить вот эврику для орошения. Еще раз уточню, а то многие не понимают, почему не получают эврику. Опять же, фиговый перевод на русский. Ферму для орошения надо строить только на ресурсе. То есть если вы построите на лугу ферму, вы сюда эврику не получите. А вот на рисе, если вы построите ферму, то эврика получится. Раз. Тем более, что нам тут нужна плантация, чтобы потом обработать сахар. Я не обратил внимания вначале, у нас все-таки два ресурса роскоши рядом со столицей. Это очень хорошо. Один из них – сахар. После того, как вы построили ферму, вам нужно будет обработать какой-то ресурс роскоши. Либо еще одну ферму. Я бы, наверное, так как тут рис у нас за рекой, я бы, наверное, построил тут ферму и тут ферму. У нас, считайте, две фермы. Они нам дадут одно жилье еще сверху. Каждая ферма – это 0,5 жилья. Еще одно жилье. Две фермы – одно жилье. И третьим мы обработаем сахар. Хотя лучше бы, конечно, обработать мрамор, потому что, опять же, эврика. У нас есть вот эврика построить каменоломню. У нас нету эврики построить плантацию. А вот построить каменоломню эврика есть. Поэтому лучше, ну, мы будем смотреть, как у нас будет с золотом, но если у нас будет хватать, после риса фермы купить вот эти две клетки и построить здесь каменоломню. Кроме того, что это даст вот эти две эврики, нас еще даст вдохновение для мастерства. Потому что, видите, обработаете три клетки. Именно поэтому после двух скаутов нужен рабочий. Это видео вышло при поддержке справочника и карты 2GIS. Кстати, 2GIS запустили собственный навигатор. Удобное ведение по маршруту и голосовые подсказки о маневрах теперь работают и в 2GIS. Разработчики просят делиться впечатлениями, ведь ваши отзывы очень им помогут. 2GIS, если быть точным. Итак, вот у нас построен рабочий. Я строю им ферму, обратите внимание. Получаю эврику к орошению, потому что на рисе. Что дальше строить в Париже? А вот теперь строим сразу двух поселенцев. Да, не ждем, не ждем ранней империи, где нам плюс 50 дадут к строительству поселенцев. Иначе мы просто отстанем в развитии. Первых двух поселенцев строите прямо без этой эврики. В принципе, вас должно хватать на это производство. На 4 жителях как раз этого вполне будет достаточно. Если внезапно у вас плохо с разведкой и вы не получаете эврики, который об этом говорил, стоит перед рабочим еще одного скаута построить. Если внезапно вы считаете, что у вас проблемы с культурой, а именно, что вы какие-то, опять же, эврики, вдохновения не получили, то, наверное, имеет смысл после вот этого поселенца, после первого поселенца еще монумент построить. Но я бы не рекомендовал, потому что если вы отстаете в постановке городов, в сетевой игре это критично, на божестве, когда вы против компьютера играете, чем больше городов, естественно, тем больше у вас возможности будет победить. Даже не победить, а отбиться хотя бы от начального навала юнитами. Два поселенца на данном этапе, это очень важно. Ну, традиционно компьютер мне тут войну объявил. Вот обратите внимание, благодаря тому, что у нас стоит, удваивает опыт юнитам разведки, то первая же атака разведчикам, любая, сразу дает ему повышение. Вот даже если он новый появился из города, он сразу получит повышение кого угодно. Конечно, лучше всего, я тут проатаковал дуболома китайцев, но лучше всего, когда вы встречаете кого-то скаута, скаута варваров, и его атакуете, и вы сразу получите повышение для вашего скаута. Также, благодаря этому, этой социальной политике, любая руина, взятая скаутом, любое чудо света, сразу будет давать промоушен. Так что, и желательно два уровня скауту все-таки получить. Какой промоушен в первую очередь брать вашим скаутам? Естественно, вы смотрите по тому, какая местность вам досталась. Много холмов? Берите в первую очередь холмы. Много лесов? Берите в первую очередь леса. Ну вот, я сделал каменную кладку, как я и хотел, купил клетку, и получил, во-первых, эврику каменной кладки, во-вторых, вдохновение к мастерству. Все это надо, чтобы как можно быстрее в политическую философию выйти. Естественно, как вы понимаете, я иду именно сюда для начала. Тут у меня есть проблема, что я нашел всего один город-государство. У меня тут проблема с разведкой. Но это из-за того, что у нас тут есть сумасшедшие, как всегда, компьютеры, которые сразу начинают нападать на игрока. Когда вы обработаете первый ресурс роскоши, у вас появится плюс одно довольство. И в принципе, конечно, можно вырасти. Но вы строите двух поселенцев к этому моменту. Возможно, даже у вас будет довольство раньше, чем у меня тут в данном видео. Очень неплохо расти, когда вы построили поселенца. То есть желательно... Каждый поселенец в игре, он отнимает одного жителя. Одного жителя от города. Конечно, до трех жителей опускаться плоховато. Поэтому желательно так подгадывать момент роста, чтобы появлялся поселенец и город в этот момент вырастал. Это, конечно, довольно сложно. Так вот, ну, например, вот видите, у меня через четыре хода Париж вырастет, а сам поселенец через пять ходов появится. Вот это неплохо. То есть вы как бы не потеряете. И после поселенца, опять же, не забудьте поставить на рост, чтобы ваш город вырос до того момента, когда у вас опять будет лимит подовольствия. Кстати, еще обратите внимание, что у меня был лимит жилья шесть, стал семь. Это за счет ферм. Каждая ферма дает половину жилья. Так как у меня две фермы, я получил одно жилье. Сверху еще ничего не строя. Еще отмечу, что прежде чем получать улучшение скауту, не забудьте походить. У вас есть три клетки передвижения. Вот их истратьте, оставьте одну клетку. Вот я еще и астрологию получил. И только после этого давайте ему улучшение. Тут я этого не сделал, просто потому, что у меня скаут в защите стоял против войны, я не собирался им ходить. А так, не забывайте сначала походить, сколько возможно, но не до конца, чтобы у вас осталось одно очко перемещения. И потом врать улучшение. Вот только что я открыл раннюю империю для того, чтобы строить поселенцев. Тут хорошая штучка на плюс 50 производства. Но сейчас, после первых двух поселенцев вам надо будет построить армию. Поэтому нет смысла менять эту социальную политику на то, чтобы строить поселенцев. Надо оставлять производство. Поэтому следите за всем этим. только когда вы сможете отбиться вот от всего этого нападения, построив армию, тогда вы поставите плюс 50% и построите еще двух поселенцев. Дальше открывайте, естественно, то, что у вас, где у вас есть вызваны вдохновения. Ну, вот видите, в технологиях у меня только астрология пока с Эврикой. Если у вас нету Эврик, то изучайте необходимые технологии примерно до половины и потом пользуйтесь Эвриками. То есть не надо изучать технологии полностью. Таким образом вы просто очень сильно ухудшите свое развитие. Конечно, желательно, как я и говорил, прокачать скаутов до второго уровня хотя бы на Цивике, который увеличивает им опыт. Но так как у меня тут, к сожалению, войны, то, естественно, надо будет переключить на производство. Всегда старайтесь строить юниты с карточками, которые уменьшают нужное производство. к нему. В данном случае плюс 50% делается. И у меня стоит так производство. Тем более в шестой Циве очень важно все юниты ваши сохранять. То есть тут не будет такого, как в пятой цивилизации, что выгоднее юниты скорее расформировать и новые построить. Тут выгоднее будет их апгрейдить постоянно в следующие юниты следующих эпох. Поэтому не жалко, что вы вначале построите юниты, они вполне будут работать для вас и дальше. Ну вот смотрите, я, к сожалению, не нашел трех городов-государств и не могу сейчас построить район, но тем не менее все равно идем в политическую философию. Чем быстрее мы примем более качественное правительство, тем лучше у нас будет развитие. В данном случае, опять же, я воюю с компьютером, мне надо строить юниты, но это не отменяет наше развитие. В сетевой игре скорее всего у вас таких больших проблем вначале не будет, потому что просто ни у кого нет таких читов вначале, как у компьютера. Многие меня спрашивают, почему я не открываю военную традицию, потому что тут нету тех карточек, которые мне необходимы. Мне не нужно строить кавалерию сейчас, поэтому, несмотря на то, что у меня там есть ускорение, придется мне идти в политическую философию. Все равно, в любом случае, политическая философия ваша самая главная цель в социальных институтах. В общем, пришлось тут серьезно повоевать с Египтом, Китаем и шумерами. Шумеры в итоге Бордо захватили, но вот только что мне его отдали за мир. Ну, естественно, в сетевой игре такого не будет, потому что это вначале на сетевой скорости против компьютера у них очень большие бонусы, поэтому сразу лезут воевать. Города старайтесь поставить вокруг вашей столицы как можно ближе. Я вот не смог Бордо вот здесь поставить, то есть не стоит сильно их разбрасывать по карте. Естественно, у них должно быть доступ к пресной воде, это обязательно. А так их не стоит, ну, 3-4 клетки расстояния от столицы это нормально. Объясню почему. В отличие от пятой цилы, в шестой высокие города, даже если вы играете в высокую империю, они не будут особо высокими. 15 жителей это уже вполне нормально, 20 жителей это вот уже зашибись такие, 24, то есть там не будет таких огромных мегаполисов, как было в пятой циве, тем более здесь нету, вот тут нету такого спора за клетки, как было в пятой цивилизации. Тут есть достаточно возможности эти клетки обрабатывать, сажать жителей, и города не так быстро будут расти, то есть вот помните там в пятой цивилизации к сотому ходу города в 20 жителей, это нормально такое. Здесь нет, даже вот на сетевой скорости города так быстро расти прям уже не будут, так что желательно как можно плотнее их ставить друг к дружке, чтобы их защищать было проще, ну и просто они быстрее таким образом будут становиться. Поставили три города, приняли опять же, поставили тогда карточку на плюс 50% к производству поселенцев, поставили еще два-три города, ну, наверное, два, вы увидите, что когда поселенец уже долго, я напомню, что тут такая механика в шестой цивилизе, что каждый новый поселенец, как и каждый новый рабочий, он будет больше молотков стоить. Так вот уже поселенец пятый, наверное, у вас в столице будет ходов 7 строиться, это уже очень долго, даже с этой карточкой. Лучше немножко развиться и потом еще несколько городов поставить, если есть возможность. То есть 6 городов для начала игры это вполне достаточно. Ну, 5, 5-6, 5-6, потом еще можно доставить, если есть места. Ну, думаю, на этом гайд по раннему развитию я завершу. Все важное я уже сказал, пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры. Спасибо, что засорили до конца, я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы засорили до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok